ну что давайте давайте по порядку что же подается на кенийских прилавках и сколько все это стоит вот такой вот наборчик из френч фрайс колбаски и яичко это будет 1 доллар стоить вот рыба рыбка большая рыбка 4 доллара вот такая вот жареная поменьше тут будет по 317 долларов американских ну вот этот зашел в отдел сладостей вот тут 75 шиллингов стоят всякие различные 85 шиллингов различные кексики стоит это приблизительно перемещаем цифру перемещаем запятую на соту единицы мы получаем цену в долларах то есть 0.85 там центов американских как бы денег это будет стоить следовательно все очень просто все цены очень просто разделить очень просто все понять вот печенье 116 шиллингов стоит следовательно 1 доллар 16 центов это где-то будет американских долларов в принципе конечно для нас это очень подъемно но для кенийцев у которых зарплаты невысокие это дело конечно стоит что-то ну вот молочко 52 шиллинга стоит пол-литра молочко пастеризированное нам уже европейцам это можно пить йогурты различные ваниловые йогурты тут по доллару вот такие вот на пол-литра все конечно интересно какой вкус оно все имеет особенно йогурты но если вот кто-то приедет приезжает сюда из 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 нашего континента обязательно нужно думать про пищеварение то есть чтобы пищеварение не останавливалась потому что здешняя еда конечно отличается даже приготовленные здесь супы они отличаются от тех супов которых мы привыкли кушать потому как бы нужно думать о том чтобы кушать кисломолочные продукты или возить с собой различные биодобавки которыми можно в общем-то себя корректировать свой организм то есть это это не сорт такой помидоров которые потом заспеют дома но вот мы когда едем вдоль дороги вот там стоят торговцы помидоров тоже можно брать да потом в общем ты утверждаешь что от этих помидоров проблем не будет потом да да ну хорошо будем знать потому что то есть те помидоры конечно которые доль дороги вы они были очень аппетитно и знаешь настолько прямо такие прям красивые красные прямо знаешь и хотелось бы чтобы они были съедобные в кении запретили пластиковые пакеты да да ну что я хочу сказать вот вместо пластиковых пакетов кении сейчас вот используются вот такие вот сеточки пакетные 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 сеточки в общем язык заплетаются после того как послушаешь на свахили музыку поговоришь на английском и переходишь на русский все языки смешивается вместе и ты даже иногда не знаешь на каком ты думаешь на каком ты говоришь все смешивается так что проблема пластиковых пакетов решена здесь есть обслуживающий персонал которая все это помогает сделать все все очень по западному с очень по европейскому это большой мегамол называется здесь в городе как ты думаешь что это за фрукт такой пишет какое-то яблоко пишет какое-то яблоко но вот честно не знаю зелень это петрушечка конечно петрушечка а это мята вот это мята вот там на столе мята стоит вот такой вот инжир интересный совсем маленький корень такой интересной в общем крошечные прямо 149 шиллингов чесночок 299 шиллингов кокосы цены цены не указаны ананасы цены не указаны капусточка 109 шиллингов кстати нам сказали что совсем недавно в тени начали завозить брокколи и местные люди никогда не видели брокколи даже и их начали завозить именно благодаря европейцам которые здесь начали жить вот и на кенийских прилавках брокколи но очевидно не пользуются вот большим спросом но они уже есть продаж вот и цены тут на них не такие уж и высокие вот такие вот в таких вот упаковках по пол килограмма по килограмму продается пищевая соль и стоит она 29 шиллингов то есть это практически 30 центов стоит килограмм соли разные сорта риса 342 шиллингов стоит килограмм ну вот фасоль в баночках 150 шиллингов стоит различные сорта фасоли черная фасоль стоит чуть-чуть подороже 165 оливки 215 шиллингов 218 вот такие вот оливки с анчоусами с лимонами горошек зеленый 140 миксы 119 но мы исключительно размышляем о здоровом питании мы берем зелень мы берем морковочку вот и мы будем питаться здоровым питанием будем творить супы чтобы быть здоровыми и крепкими привет вы тут встретили наших друзей с которыми вчера были на миссии как вам девушка кения да 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 вы тоже тут закупаетесь но хорошо молодцы вот различные сухие завтраки вот 305 шиллингов заливается молочком и можно кушать но на самом деле кенийцы едят только белый хлеб мы вообще нигде не видим черного хлеба что конечно опять такие ну и самое хорошее событие по крайней мере для нас потому что мы привыкшие все таки жить на черном хлебе вот но есть серенький такой хлебушек вот мы уже его взяли а вот это стоит 50 шиллингов это практически пол доллара стоит вот такая вот маленькая буханочка хлеба ну для америке вот конечно те кто знает американские цены для буханка хлеба может 45 долларов 6 долларов стоит это конечно сравнительно очень низкая цена хотя в отношении 4 5 долларов это стоит черный хлеб вот такой вот белый хлеб вот такой вот батон и стоит где-то до доллара да то есть это тоже ну достаточно хорошая цена